Всем привет! И сегодня хочу сделать обзор очень классной акустической системы. Это Marshall Killburn. Конечно, выговорить непросто, но акустическая система получилась классная. Поэтому, я думаю, будет обзор интересный. Поехали! Ну что ж, давайте рассмотрим акустическую систему Marshall Killburn. Выполнена в стиле комбоусилителей Marshall, которые изготавливаются до сих пор в таком же стиле. Начали изготавливаться они, когда появились ламповые усилители для электрогитар. И после этого они начали делать в таком стиле. Много есть вообще производителей, которые делают в таком стиле комбоусилительные. Но они решили сделать и акустическую систему в этом стиле. Мне очень нравится. Тут есть такой ремешок прикольный. Сзади будто с бархатом. Регулировки. Все как в комбоусилителе. Также здесь есть даже съемная часть. Можно снять ремешок, можно заказать, либо купить вообще ремешок от электрогитары и поставить сюда. Сделали очень круто, классно. Выглядит шикарно. Решетка, надпись. Все очень круто. Здесь мы видим включатель. Он off. Есть переключение режимов. Сейчас мы включили режимов. Переключение этой кнопкой Bluetooth и Input. То есть вход через линейный. Шнур, кстати, идет в комплекте. Очень красивый шнур. Также есть добавление нового устройства. Вот Payer. Добавление нового устройства. Регулировка высоких частот, низких частот. Это реально очень круто, что есть регулировка. Также есть VLUM ручка громкости. Есть и плюс, и минус. Я потом расскажу, почему плюс и минус. Индикатор разряда батареи. А также вход линейный. Что касается динамиков. Здесь стоит два драйвера, которые распределяют звук лево-вправо. И получается эффект стерео. И по центру стоит среднечастотный, низкочастотный динамик. Да, потому что направленность уже такая не нужна, как на высоких частотах. И среднечастотный динамик стоит здесь. И плюс два драйвера. А теперь давайте рассмотрим, как она выглядит сзади. У нас есть фазоинвертор. Это очень хорошо. Это означает, что здесь будет нормальный низ. И есть вход для зарядки. Конечно, кабель в комплекте. Но минус то, что все-таки не USB. Вы не можете заряжать от, допустим, пауэрбанка. Но я думаю, тут мощный аккумулятор стоит. Может, пауэрбанк не потянет. Только от розетки. И никаких USB здесь нет. Также, если посмотреть снизу. Вот тут коробочка находится. Здесь находятся аккумуляторы. И самостоятельно даже можно по инструкции поменять. Там ничего сложного нет. Просто снимается клемма. Вынимается аккумулятор. И они пальчиком в этом идут. И сами можете поменять даже не на оригинал. Под оригинал. Допустим, если со временем они уже не держат заряд. В этой акустической системе действительно есть ряд недостатков. Но давайте перед этим рассмотрим сильные стороны этой акустической системы. И в конце я расскажу ее недостатки. Первый, да, ее козырь это вид. Она очень красивая. Эта акустическая система. Эта колонка выглядит шикарно. Круто. На подарок. Либо самому. Реально мне очень нравится. Даже больше, чем JBL. Намного нравится. Там чем Fender. Чем Sony. Она очень красивая. Классная. Стильная. Второе. Это звук. Реально по низким частотам. Если сравнивать. У меня Charge 3. Она вставляет по низу JBL Charge 3. Но я думаю, Extreme где-то будет рядом. Они могут потягаться. Но она вставляет Charge 3. И тем более сейчас разница небольшая. Между Charge 3 и этой колонкой. Они сейчас там идут по акции. Также есть регулировка частот. Все-таки мне это нравится. То есть не всем людям нужны регулировки частот. Но в JBL допустим нет. Здесь есть. Это уже тоже небольшой плюс. Следующее. То, что здесь стоит аккумулятор. И хватает его на 20 часов работы. Тоже большой плюс. То есть для такой мощной колонки. Но единственное на громкости 50% заявляет производитель. Его кстати достаточно. Но хотя есть один такой нюанс. Здесь реально раскрывается потенциал колонки. Где-то на 60-70%. То есть на 50% она играет так негромко. Неплохо. Но вот здесь реально она начинает намного быстрее сработать громкость. Чем вот в этих положениях. Также работа компрессора. Вот реально в JBL после где-то 60% компрессор начинает задавливать звук. И реально очень становится плоским. И динамический диапазон очень узкий. Становится в колонке. Зажатый звук. Мне реально не нравится как в JBL работает компрессор. В JBL учитесь. Здесь компрессор. Реально сжимает звук. Для чего компрессор? Чтобы вы не спалили акустическую систему. То есть чтобы не было хрипа. Не было перегруза. Потому что телефоны разные. Треки разные. И если дать людям возможность перегружать колонку. Есть люди которые спалят ее за один день. Поэтому здесь стоит компрессор. Который это все ограничивает. Он реально крутой. И круто работает. Практически его незаметно. Поэтому я считаю что из всех акустических систем. Которые я слушал. Здесь компрессор работает лучше всех. Ну и то что здесь идет мини джек кабель в комплекте. Он красивый. Классный. То есть можно подключить какое-то устройство. Но реально выглядит очень шикарно и дорого. Ну а давайте теперь поговорим про недостатки. Но я вам хочу сказать тоже их очень много. Первый недостаток. Я считаю что он очень жесткий. Потому что здесь идет зарядка. Только если вы включите акустическую систему. То есть при выключенной акустической системе. Если вы включите кабель в розетку. Я сам втыкнул. Она не зарядилась. Я не мог понять. То есть когда вы включаете. Здесь даже слышно как работает усилитель. То есть акустическая система включена. Тогда она заряжается. И она заряжается до 6 часов. То есть это немало времени. JBL быстрее заряжается. Немало времени. И она должна быть включена. Это реально неудобно. Почему нельзя было сделать без вот этого тумблера. Зарядку аккумулятора. То есть это возможно было сделать с помощью электроники. Это не сложно. Так все делают. Ты втыкнул себе USB. Она заряжается. Ты пришел, включил, выключил. Здесь такого нет. И это я считаю очень большой недостаток. Второе. То что здесь нет USB. Допустим если здесь 2 ампера. Поставили бы преобразователь. Чтобы от 2 ампер можно было заряжать эту акустическую систему. Это очень удобно. Потому что не всегда под руками у вас есть этот кабель. И его таскать неудобно. Сделали бы мини USB. И написали бы, что минимум 2 ампера. Ну пусть она заряжается чуть дольше. Но было бы реально намного удобнее. Следующий недостаток. Нет приложения на телефон. Как-никак. В JBL если сравнивать. То там есть обновление приложения. Есть какие-то настройки. Можно синхронизировать несколько акустических систем. И обновлять прошивки. Есть ли какой-то бах. Либо еще что-то. То есть всегда можно обновить акустическую систему. Что-то добавится, убавится. Здесь такого нет. Ну и последний недостаток. Но я считаю, что он существенный. Это регулировка громкости. Объясню почему. То есть я на своем телефоне регулирую громкость. А также регулирую этой ручкой. Всегда путаешься. Где у тебя на всю. А где на минимуме. И получается мне нужно сначала выстроить на колонке. Потом на телефоне. Оно может сработать сильно громко. Либо очень тихо. Очень путаешься. Вот мне нравится в той же JBL. Что ты регулируешь громкость на самой колонке. Регулируется громкость. На самом смартфоне поднимается громкость. По сути можно было сделать регулятор громкости. Не механический. А его подвязать под электронику. То есть электронным его сделать. И допустим я регулирую. И у меня на телефоне поднимается. Это очень удобно. Когда есть один источник звука. Первое. Никогда не спалится колонка. Не будет перегрузки на громкости максимальной. Второе. Это очень удобно. То есть не надо бегать к колонке. Поднимать звук. Либо опускать. Это реально. Ну я вам так скажу. Чуть-чуть напряжен. Потому что допустим на PC компьютере у нас на JBL так само работает. То есть там нельзя регулировать громкость компьютером самой колонкой. И получается очень неудобно. То надо добавлять на ноутбуки. То на колонки. Реально это очень удобно. Когда одна ручка отвечает за все. То есть и за регулировку на самом смартфоне. Либо в вашем устройстве. Ну и на самой колонке. Это были недостатки этой акустической системы. Что могу сказать впоследок. Брать эту акустическую систему или нет. Ну я больше склоняюсь брать чем не брать. Тем более она сейчас идет по акционной цене. До акционной цены. Да. Потому что сейчас вроде бы как вышел Killburn 2. И эта колонка продается там с 40% скидкой. И реально очень круто. И я считаю что если там сравнить ее с Charge 3. То она мне больше нравится. Ну понятное дело она не влагозащищенная. Но все же очень классная. Но надо также учитывать недостатки которые у нее есть. Если для транспортировки и для того чтобы возить с собой. То лучше брать какую-то JBL. Либо Sony. Если же для дома. То есть эту колонку возить с собой. И брать с собой реально неудобно. То есть это поставил дома. Она стоит. Она работает. Хорошо работает. Неплохо выдает. Низкие частоты. Но с собой брать неудобно. Если вы любите с собой брать. То есть и вам хочется там возле воды. Чтобы колонка стояла. Чтобы постоянно было с вами. То берите какую-то JBL. Особенно они практически все водонепроницаемы. И это очень удобно. Поэтому всем спасибо кто смотрел это видео. До скорых встреч. В следующих обзорах мы будем смотреть много чего интересного. Пока.